Чтобы найти дикорастущую коноплю, в поселках и хуторах организовывали рейдовые группы. Операция МАК проводилась в пять этапов с июня до конца сентября. По статистике рейдов, самое большое количество конопли было ликвидировано в Первомайском сельском округе. Содействие полиции оказывали заповеднику Триш, лесопожарный центр, а также местные жители. Привлекли в этом году общество охотников и рыболов наше местное. Как-то не обращали на это внимания. На самом деле полезная получилась вещь. Много охотников, много рыбаков ходят, смотрят, видят. То есть очень много полезной информации было получено именно из этого общества. Я думаю, что в дальнейшем будем также привлекать их. Также антинаркотическая комиссия подвела итоги всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». На телефон доверия поступило около 30 сообщений о подобных фактах. Рейдовые группы стирали со стен домов подозрительные номера и рекламу, проверяли общественные места и центральные улицы города. С детьми, находящимися на профилактическом наблюдении у нарколога и семьями, попавшими в трудное положение, социальные службы провели разъяснительные беседы. Правильно, Алексей Владимирович, заметил, что это межведомственная комиссия. Все наши ведомства, которые находятся на территории муниципального образования, должны сплотиться, сконцентрироваться и работать в одном направлении все вместе. Статистика – упрямая вещь. Сегодня по статистике лучше всех отработал при романсе сельского округа. А хотелось бы, чтобы все подтянулись. Помощь оказали и члены ТОС. Они расклеивали по городу листовки и рассказывали местным жителям об акциях. По их мнению, нужно предоставлять подросткам альтернативу. Регулярно в сельских клубах и на детских площадках руководители ТОС организуют праздники, концерты, а также спортивные соревнования для детей. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.